Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя Огородная Кулинария. Раз сегодня среда, я уже начала говорить о диете, в которой очень много капусты. Значит, мы должны заготовить на зиму капусту, чтобы у нас как можно дольше была свежая капуста, сохраняла, чтобы она не высохла, сохраняла свою вот такую сочность. Я сейчас покажу, как я готовлю капусту к хранению. Я уверена, что многие об этом способе или методе, как правильно назвать, знают. Но также я уверена, что обязательно найдутся те, которые ни разу этого не делали, и которые с удовольствием посмотрят и прислушаются к моему совету. Капусту для хранения выбираю, конечно, стараюсь выбирать вилки небольшие. Сейчас опущу немножко. Чтобы их было удобно закатывать, сразу убираем все треснувшие, все подгнившие, все деформированные. Ну, не кондицию, все убираем. Мы же капусту будем делить, разделяем на несколько частей. Какая-то идет в засолку, какую-то мы замаринуем, какую-то несколько вилков нужно заморозить на голубцы, на зимние. И вот самые лучшие, небольшие, желательно зимние сорта, которые для зимнего хранения, вот такие как колобок, зимовка, но их много, мы укладываем на хранение. Я вот укладываю вот такие вот колобочки небольшие, стараюсь. Один взяла, вот этот укутала большой, но пожалела, потому что вот такие большие вилки, они обычно, их никак, как сказать, не сделаешь пленку, чтобы там не было без воздуха, а в маленьких очень удобно. Весь процесс очень простой. Убираю самый верхний, самый грязный лист, сильно не зачищаю, потому что если мы зачистим сильно, потом нам все равно придется один лист убирать. И вот этот верхний лист, который еще даже зеленый, мы его кушать потом не будем, он просто предохраняет, защищает от загрязнения, от всего. Потом мы его зимой удалим. Если вот такая вот кочерыжка торчит, я ее обычно обрезаю. Обрезаю вровень с коченком, вот так видите, все. И дальше все очень просто, я его как в платочек заворачиваю в эту пленку. Сейчас передвинемся вот так. Один конец, раз. И очень-очень плотно, прям вот так, чтобы не было воздушных пузырьков. А, забыла самое главное сказать. Нельзя вот так вот укутывать или влажную, которую сырую, или холодную капусту. Потому что, если вы принесли с холода, например, она обязательно же полежит, и она как-то даже как покрывается такой росой, как вспотеет. Нужно занести домой, подождать, когда она полностью высохнет, просохнет. Как бы даже согреется. Вот у меня она лежала два дня, и она когда становится теплой, совершенно сухой, тогда ее закатываю, заматываю. Потому что любая влага, которая останется, если попадет под эту пленку, это будет тогда у меня мартышкин труд. Она там загниет. Абсолютно сухие, чистенькие, свеженькие вилочки. И вот так я ее как в платочек закатываю. Вы видели, с того края закрутила, с этого и с этого. Почему еще выбираю именно маленькие вилки? Потому что ширины пленки как раз на них хватает. Если возьмешь большой вилок, вот так вот платочком его не укутаешь. Приходится несколько раз обматывать. Я один год решила обмотать всю капусту. Но ничего у меня не получилось, потому что большие, они плохо хранятся. Когда я после того, как обмотаю, я прям вот так плотно-плотно делаю все пузырьки, чтобы ушли. Чтобы это было как еще один лист капустный. Все, вот моя готова. Так я делаю все вилочки, которые я выбрала на хранение. Я их все обматываю. И потом я спущу их в подвал. Но у кого нет подвала, люди некоторые из благоустроенных квартир хранят и на лоджии. Потому что пока вот такая температура, например, еще ноябрь. Если лоджия застекленная, утепленная, она там прохранится капуста очень долго. Можно, если будет дальше холода, можно накрывать сверху какими-то старыми одеялами. Люди даже делают такие ящики вот с этими, с пенопластовыми, как утеплениями. Зимой там намного прохладнее, чем на улице. Там можно хранить вот все крупногабаритные овощи, которые в холодильник не входят. Картошку, капусту. А осенью также, чтобы не хранить дома, хранят там ту же самую картошку и капусту. Вот это вот очень хороший, проверенный уже годами способ хранения капусты. Конечно, не вся капуста долежит до весны. Как выбирать ее потом? Пойдете в подвал, спуститесь или где-то на лоджии. Начинаем есть, ну как, у которой самый плохой внешний вид. Если вы видите, что она уже начала какое-то пятнышко появляться. Идеальные долежат очень долго, может быть даже до весны. Но смотря при какой температуре, смотря какие условия хранения. Вообще капуста вот так сохраняется очень хорошо. Она не подсыхает, доступа воздуха нет. Она не подсыхает, ничего с ней не делается, она не гниет очень долго. И потом я вам, ну если не забуду, покажу до какого времени долежал последний вилок. Но я раньше ее съем. Вот все. Это вот способ хранения капусты, заготовка на зиму. К мороженой, к соленой, к маринованной капусте добавляется еще вот такая свежая капусту. Я храню в четырех видах, вот таких четыре разных вида заготовки капусты. Все, до свидания.